МОРДОВИЯ Деньги предназначались за общее покровительство и не привлечение лиц, работающих под руководством подозреваемого, к административной ответственности. Мужчина был задержан оперативниками УФСБ с поличным. Судом по ходатайству следствия в отношении задержанного избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Саранске задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений, сообщает Министерство внутренних дел. ЧП произошло около 11 часов утра в Саранске на Севастопольской. Момент преступления зафиксировала камера видеонаблюдения. Судя по кадрам, на улице стоят трое парней. Видимо, о чем-то разговаривает в какой-то момент мужчина, который находится на другом крыльце, хватает сумки, нарды и подходит к молодым людям. Кладет вещи, кидает какую-то фразу и неожиданно достает нож. Сначала ранит одного, 1987 года рождения, потом другого, 1990-го. В полиции говорят, что пострадавших доставили в больницу, а неизвестный мужчина сбежал. Уголовный розыск и оперативники его, конечно, нашли, но уже вечером в поселке Потьма Зубово Полянского района помогли в этом сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказания Мордовии. Как стало известно, подозреваемый уроженец Лямберского района ранее был неоднократно судим. Первый раз за разбой отсидел 9 лет, второй раз за кражу и за применение насилия в отношении представителя власти его приговорили к трем годам тюрьмы. С молодыми людьми, которым нанес ножевые ранения, он был знаком. Выяснилось, что за несколько дней до случившегося на съемной квартире компания распивала спиртное. Что конкретно не поделили и каковы настоящие мотивы преступления, предстоит еще установить. В настоящий момент в отношении 61-летнего жителя Лямберского района возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного пунктом Б, части 3 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух лиц. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В Ковылкино накануне вечером произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Как сообщает госавтоинспекция Мордовии, это произошло возле одного из домов на улице Урицкого. 32-летняя женщина, управляя машиной Лада Гранта, выехала на полосу встречного движения, где был обгон разрешен, и врезалась в иномарку. В результате аварии 9-летний ребенок и 68-летний пассажиры Лады пострадали. Их госпитализировали в Ковылкинскую районную больницу. Проверка документов на трассе закончилась тюремным сроком. В Мордовии вынесли приговор двум наркоторговцам. Один уехал в колонии, второй отделался штрафом. Эта история, как рассказали в полиции, произошла еще 7 февраля. На 29-м километре автодороги Саранск-Большая Гнатова инспекторы ГИБДД остановили Ладу Гранту. За рулем был 60-летний житель села Константиновка Ромодановского района. Его пассажиры, 25-летний житель села Липки и знакомые явно нервничали. Повод волноваться действительно был. В машине находилась не только марихуана, но и мефедрон. Наркотики в итоге изъяли, всю троицу, включая водителя, задержали. Водитель автомобиля признался, что марихуана принадлежит ему. В прошлом году на поле в селе Константиновка он нашел куст конопли, сорвал его, высушил, измельчил и оставил в багажнике для личного употребления. Кроме этого, он рассказал, что синтетический наркотик был у пассажиров. Выяснилось, что в этот день молодые люди попросили мужчину, подрабатывающий частным извозом, довезти их сначала до определенного места в Лямберском районе, где пара вышла в поле и вернулась через пару минут. В руках у молодого человека был пакетик с белым порошком. Часть неизвестного ему вещества пассажир выкурил в машине по дороге в Ромодановский район. Остальное он передал девушке, которая расфасовала наркотик и положила в пачку из-под сигарет. Во время следствия фигуранты вину признали полностью. Ромодановский суд в итоге водителя Лады Грант из-за хранения конопли приговорил к штрафу в 15 тысяч рублей, а вот пассажир, у которого нашли мифедрон, отправился в колонию строгого режима на 5 лет. Что касается девушки, то ее участь пока неизвестна. А расследование уголовного дела в отношении нее еще продолжается. Покатались в Лямберском районе. Произошел курьезный случай, хотя для владельца автомашины Toyota Hilux повода для веселья все же мало. Как сообщают в полиции, вечером 18 июня сотрудники ГИБДД заметили на дороге разбитую иномарку. Машину попытались остановить, но водитель внедорожника, словно чего-то испугавшись, давил на газ и пытался скрыться от преследования. Заехав на полевую дорогу, мимо проезжающей автомашины помешали скрыться данного водителя. Силами инспекторов ГИБДД данный нарушитель был задержан и доставлен в дежурную часть ММО и МВД России Лямберские. После выяснилось, что за рулем Toyota Hilux был 27-летний житель Саранска. Причем катался он, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Также стало известно, что за пьяные покатушки его вообще когда-то лишили водительских прав. Дальше больше. Машина, на которой он ездил с друзьями, принадлежала клиенту автосервиса. А паренек там просто работал. Когда внедорожник загнали на ремонт, веселая компания додумалась его проверить. В какой-то момент не справились с управлением и улетели в кювет. История на этом пока не закончилась. Известно только, что пьяный лихач получил штраф в 5000 рублей. Автомобиль изъяли, владельца пикапа расстроили. Сейчас, по данному факту, идет проверка. Мошенники продолжают опустошать кошельки жителей Мордовии. На этот раз жертвой обмана стала 50-летняя жительница Саранска. Как рассказали в МВД, ей позвонил незнакомый мужчина и представился, как это часто бывает, сотрудником банка. Он рассказал, что, мол, мошенники прямо сейчас пытаются оформить на ее имя кредита. Чтобы заблокировать эту операцию, нужно оформить заем и перечислить полученные средства по продиктованным реквизитам. Женщина растерялась. Никому, как и просил липовый сотрудник банка, ничего не рассказала. А пошла и оформила кредит. Это больше двух миллионов рублей. Деньги все перечислила и только потом поняла, что ее обманули. В настоящий момент осуществляется комплекс мероприятий, направленный на розыск, причастных к совершению преступления. МВД по республике Мордовия призывает местных жителей внимательнее относиться к информации, сообщаемой вам по телефону с собеседниками. Никогда, ни под какими предлогами не переводите свои деньги на посторонние счета. Еще один пенсионер из Саранска потерял 110 тысяч рублей, но только на мнимых инвестициях. Как сообщают в полиции, мужчина в интернете увидел заманчивую рекламу, где предлагалось быстро и легко получить прибыль. Открыв указанную ссылку, он попался, по сути, в капкан мошенников. Ему тут же позвонили и начали рассказывать об условиях участия и помогли зарегистрироваться на платформе. Далее оставалось только вносить деньги на счет, что мужчина и делал. Когда же пенсионер захотел вывести деньги, то ему неожиданно заявили, что для этого нужно внести еще 250 тысяч рублей. Мол, эту сумму ему вернут. Тогда-то и стало понятно, что это не инвестиции, а банальный развод. Вот что рассказал в отделе полиции сам потерпевший. Что у вас произошло? Открыл инвестиции по скайпу. Тим, кюзи на торговом счете. Инвестиции пошли, все хорошо. Вот тут произошли накладки. Оказались это мошенники. Сколько вы денежных средств перевели? 110 тысяч. Инвестиции у вас под предлогом чего были? Дополнительного заработка? Дополнительный заработок. То, что вы уехали. Пополнение счета. Когда вы поняли, что вас обманывают и вы попали под действием машины? Вы сказали, закрыть счет надо, потому что мало денег перевели. И то, чтобы активировать закрытие счета, надо перевести еще 250 тысяч. Общую сумму денежных средств в каком объеме мы перевели? 110 тысяч. По средствам чего переводили? Банкоматы. В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». МВД Преспублики Мордовия напоминает, перед тем, как доверить свой капитал, внимательно изучите не только интернет-ресурсы, но и официальную информацию о брокере и его регламент. Помните, что инвестирование, предлагаемое на условиях брокерской компании, всегда является высокорискованным даже при наличии безупречной репутации компании. МВД Преспублики Мордовия Водители, причастные к такому ДТП, не обязаны сообщать о случившемся в полицию и могут оставить место ДТП. Если в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, оформление документов о дорожно-транспортном происшествии может осуществляться без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, путем заполнения извещения о ДТП или составления европротокола. ДТП в упрощенном порядке граждане могут оформить при соблюдении следующих условий. Первое. В ДТП участвуют только два транспортных средства. Второе. Гражданская ответственность владельцев транспортных средств застрахована. Имеются действующие полиса ОСАГО. Третье. Вред причинен только транспортным средствам. Четвертое. Вина в ДТП очевидна, и у участников не имеется разногласий по обстоятельствам причинения механических повреждений. После оформления ДТП европротоколом потерпевший в ДТП обращается в свою страховую компанию. Дорожно-транспортные происшествия с механическими повреждениями оформляются с участием сотрудников полиции, если один или оба водителя не имеют действующих полисов ОСАГО или не вписаны в них. Сумма ущерба от ДТП составляет более 100 тысяч рублей. В ДТП участвуют более двух транспортных средств или пострадало иное имущество. Между участниками ДТП имеются разногласия. При надных обстоятельствах участники ДТП при выполнении условий, закрепленных в пункте 2.6.1 правил, также имеют право самостоятельно зафиксировать обстоятельства ДТП и обратиться в группу по исполнению административного законодательства отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Мордовия, где по факту ДТП сотрудникам полиции будет принято процессуальное решение и выдано документы, необходимые для обращения в страховую компанию или по возможности обратиться в суд для возмещения ущерба в гражданско-правовом порядке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА